Всем привет! Это дневник артиста, это Павел Зыков. И, пользуясь перерывом между представлениями, находясь в очередном концертном зале, хотел поделиться невыдуманной, забавной историей, которая случилась со мной много лет назад. Были в моей жизни первые гастроли. И это были такие первые серьезные гастроли. Был город Новосибирск. Нужно было из Петербурга лететь в Новосиб. Потом, кстати, я потом еще лет пять подряд летал. Радовал все этому городу, и город радовал меня. Ну так вот, я не умел в то время собирать на месте мыльные пузыри. Я готовую жидкость, которую я реально варил дома в кастрюльке, мыльные пузыри, погружал в какие-то банки, канистры непонятные, и вез с собой. То есть, летел вместе с мыльными пузырями в Новосиб. А у нас в стране в очередной раз что-то опять, какой-то, ну, скажем так, трындец произошел. И при входе в аэропорт начинают всех проверять. Проверяют, говорят мне, вы проходите, а канистры с непонятными жидкостями оставьте, пожалуйста. Нельзя их. Я говорю, ну, вы извините, пожалуйста, это мыльные пузыри. Говорят, ну, на месте купите мыльные пузыри. Такие пузыри можно везде купить. Я говорю, нельзя. Я их сам варил. Тем более непонятная жидкость без маркировки. Ни в коем случае. В общем, добился я, что пришли администраторы какие-то. И я при входе в Пулково, еще в старое здание, надувал мыльные пузыри, доказывая, что мыльные пузыри – это мыльные пузыри. До этого никого не было. Тут же уже пришли люди, тогда уже появлялись такие свойственные человекам снимать на камеру мобильников. Только-только еще, видимо, слабые первые камеры появлялись. И я в Пулково надувал мыльные пузыри, меня пропустили. Кстати, меня благодаря этому случаю потом запомнили, и мне было проще проходить досмотр. Хотя периодически нет-нет, да и возникают некоторые сложности, когда перевозишь лазеры, какой-то непонятный реквизит, фокусы. Всегда возникают вопросы, и нередко в Пулково меня вызывают. Причем кричат не Павел Зыков, а знаете, по-английски Зыков многие читают, как Жуков. И первый раз я не понимал, ходит человек по Пулково или объявляют громко, Жуков, пройдите в зону досмотра, Жуков, пройдите, Павел Жуков, Павел Жуков. Думаю, ну тезка, Жуков, ну давай, подойди. А потом оказывается, что, короче говоря, Павел Жуков для них это я. И мой максимум трижды меня просили открывать чемоданы. Первый раз при входе в Пулково осматривали. Второй раз потом кричали Павел Жуков. А потом, видимо, еще раз кричали, точнее, захотели уточнить, еще раз кричали Павел Жуков. В общем, вот так вот. Вот такие истории случаются порой у артистов в дороге. Ладно, всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста. Не забудьте пальчик вверх нажать, подписаться на канал, поддержать артиста. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok